Я благодарен, что мы собрались в таком большом коллективе. Вчера, когда проходил обыск на территории завода, было очень много звонков. Люди предлагали поехать, защищать завод. Это очень важно. Хочу вам сказать, что многократно в эти часы пройдилась небезразличность людей в судьбе завода. Это очень важно. Для меня это тоже чрезвычайное событие. И, естественно, я очень волнуюсь по этому вопросу. Но постараюсь изложить ситуацию, чтобы она была нам понятна, как она разговаривалась. Значит, документы, которые хотела получить про Сура-Сура, ими раньше не запрашивались. Если бы они запрашивались, мы бы их отдали в спокойное рабочее время. Некоторые документы по этим типам запрашивала СБУ. Мы им отвечали. Это было в спокойном рабочем порядке. По некоторым документам. Некоторые документы вообще никто не запрашивал из этого типа. В течение каждого года у нас достаточно много документов запрашивают. Правоохранительные контрольные органы. Это нормальная практика. Мы работаем. Они контролируют. И это происходило не только в этом году, но и все прошлые годы. Так это было. Должен сказать вам, что сейчас может быть больше таких запросов. Но что происходит? Иногда какая-то ситуация в интернете прошла, уже начинаются запросы. Понимаете, это немножко сложно. Сначала нужно анализировать ситуацию, а потом запрашивать. Но тем не менее, у нас сейчас много таких запросов по печатанию в интернете или в газетах. Но тем не менее, мы всегда это решали спокойно, в рабочее время. Отдавали все документы и со стороны одного контролирующего органа не было вопросов. Поэтому высадка ночного десанта, прокуроров, спецназа и большой группы с журналистами с развиванием бдерей, скорее напоминала хорошо продуманную пиар-акцию. Зачем это было сделано, нам не все понятно, конечно. Но тем не менее. Случившаяся мигом разлетелась по интернету, причинив серьезный удар по имиджу завода, как внутри страны, так и за рубежом. Нанесен ущерб людям, работникам завода, которые в течение долгих лет вкладывали свои знания, опыт и душу в развитие предприятий. Завод является лучшим на Украине и одним из лучших в Европе. Вы видели, каким завод наш был, и каждый из вас вложил свой вклад в то, чтобы завод улучшился. И шаг за шагом, год за годом мы это делали. Потому что ломать не строить, а разрушать всегда легче, чем создавать. Для создавания нужны годы, а разрушать значительно быстрее. Поэтому на базе системной модернизации и реконструкции производства, на базе высокой квалификации работников завода и с учетом многих западных компаний мы создали то предприятие, которое создали, которым мы можем гордиться, которое действительно работает в тех непростых экономических условиях на Украине, которые есть. Мы их изменить не можем, мы работаем в той стране, в которой живем. Но мы работаем, мы работаем, мы не остановились в самые сложные периоды. Еще раз подчеркиваю, что документы можно было забрать спокойно, в рабочее время. Что ж это за чрезвычайные документы? Вот передо мной ухвала суда. На основании обращения прокурора, след судья, издал документ. В этом документе фигурирует гонконгская компания Export Global Limited. И сразу написана цифра убыток 4 миллиарда гривен. Дальше эта цифра 4 миллиарда резко разбежалась по интернету и все уже говорят о 4 миллиарда. Вот он написал сам. Никто не проверял, ничего не делал. Докладки для вас, что контракт с этой компанией был заключен, но не было реализовано. По нему не было не отгружено ни одной тонны нашей продукции. Подчеркиваю, ни одной. Поэтому, откуда нарисовано 4 миллиарда, я не знаю. Поэтому оставим это на совести тех, кто составлял этот документ. Но очень плохо, что более обетственные руководители рассказывают об этом дальше. Это идет в интернет и создает абсолютно непонятное, не нужно очищать. Здесь, конечно, напишется, что этой компанией не только мягкий карбамид отгружался, по которому был претран. А и кокись углерода, азот жидкий, газообразный, светокислый натрий, который вообще не отгружался. Ну и так далее. Это тем более хорошо. Надо проверить, проверять. Но озвучивать сразу какие-то убытки по бумаге, по которой ничего не делалось. Дальше вопрос сложный и такой. Вы знаете, для нас всегда существует проблема природного газа. Это главное сырье для завода. И когда оно в высокой цене, проблема для нас, как жить дальше. Вы знаете, в 12-13-14 годы мы не работали на полномочность. Мы останавливались, чтобы сократить убытки. Слишком высокая цена газа была. И мы, ну мы их пережили. Мы пережили те тяжелые времена. Решали эти вопросы как-то. Где-то определяли, что будем делать дальше. Но мы пережили эти времена. Естественно, в 2015 году ситуация чуть изменилась. Цена газа стала легче, дешевле. Мы стали работать на полномочность. Слава Богу, мы работали на полномочность. Значит, мы брали газ, у нас нефтегаз Украины. Вы знаете, у нас был кредит. Мы по кредиту взяли этот газ. Значит, использовали этот газ в течение января, июля месяца. За этот год мы выплатили этот кредит Ащадбанку 5 миллиардов гривен. Мы справились с ним досрочно. Дальше мы стали брать газ по украинской компании в июле-октябре. Сразу начался шум в интернете. Депутаты начали запрашивать, по какой цене, как. Мы отвечали. Отвечали письменно на запрос, в том числе и на запрос председателя в Верховной Раде. Мы отвечали по по цене, как, что брали. Теперь наступил автебрый месяц. Перед нами тоже стоит дилемма. Достаточно газа у украинских производителей нет. Надо брать газ по реверсу. Реверсу или брать газ у нас нафтогаз Украины. Значит, цена нафтогаз Украины известна. Мы обсуждали по реверсу. По реверсу, конечно, предлагают разные компании. За разными компаниями стоят разные люди. Мы их не знаем. Они живут в чужой стране. Кто за ними стоит? Все участие, мы не знаем. Мы знаем, что кто-то должен газ провести на территории Украины. Потому что есть компании, которые вроде бы имеют газ в Европу, но не могут провести этот газ в Украине. Потому что существует так нефтегаз Украина, который выкупил мощности на границе Словакии, Венгрии, Польши. И кого-то он пропускает, кого-то не пропускает. Но это не наш компетенц. Мы на это не влияем. Есть компании, которые могут провести этот газ. Провести газ – это вести до завода. Поэтому мы рассматривали две вещи. Как и у кого купить газ. Предложили эту австрийскую компанию. Еще раз хочу сказать, что мы никогда не изучаем эти вопросы. Потому что всегда кто-то за кем-то стоит. Мы живем в том мире, где своя жизнь. Поэтому мы изучали этот вопрос и заключили договор. Договор таким образом, что часть газа мы покупаем у НАК «Нефтегаз Украина» для страховки. Часть газа покупаем у компании по цене газа, которую они выставляют. А часть газа попробуем сделать по домашней схеме. Именно исходя из того, что сейчас эта схема не может существовать постоянно. Она может существовать только в условиях, когда низкий рынок. Низкий рынок на нашу продукцию, на мягкий арбонент. Тогда мы можем добиться какого-то плюса. То есть мы можем работать с гарантированным плюсом. Вот передо мной расчеты. Значит, расчеты по ценам. Значит, если бы мы работали в полный объем нашей продукции только на газе НАК «Нефтегаз Украина», по цене газа, который установлен на НАК «Нефтегаз Украины» на «Нефтегаз Украины» 6338, мы бы получили убыток 14 миллионов гривен. Мы в подавальческой схеме взяли только на часть газа, на 36 миллионов. Вы знаете, мы потребляем в месяц примерно 110 миллионов. Мы взяли табаческий газ на 36 миллионов, чтобы посмотреть, как это схема. Во-первых, очень сложно это довести, чтобы табаческий газ довести, потом мы надеем продукцию и получаем прибыль. Значит, на 36 миллионов мы получили прибыли 4 миллиона 69 тысяч. Не так много, конечно, но прибыль. Если бы мы на весь объем взяли табаческий, то мы получили бы 12 миллионов, а там 14 миллионов рублей. Конечно, могут существовать какие-то другие схемы расчета, но мы берем официальные цифры. То, что мы получили сейчас и то, что получили там. Конечно, если бы цена рынка на нашу продукцию поднялась, то нет смысла использовать довольческую схему. Нужно снова газ покупать, и так будет проще. Но когда покупаешь газ по рейдерсу, возникают новые обстоятельства. Тех обстоятельств не было в прошлом году. Сейчас национальный банк, боясь утечки валюты из страны, поставил такое правило, что вы не можете напрямую заплатить иностранной компанией. Вы должны делать это, то есть через месяц компания будет сотребить и посвятить деньги. Далеко не все иностранные компании это устраивают. Поэтому это тоже проблема, которую не мы создали, а мы создали национальный банк. Поэтому все нужно, как бы, смотреть в цифрах и спорить. Да, эта схема, она была, наверное, попроспособна. Но сейчас, когда цена аммиака на рынке, в мировом, примерно уровня 360 долларов, а карбамида 255, то она эффективна. Если эта цена вырастет, то от нее надо отказываться. И это мы понимаем. И это мы понимаем, но это вот цифры, которые есть. Конечно, кто-то может предложить другой метод. Мы готовы обсуждать другой метод, по которому мы можем дожить. Но вот документ, показываю вам. Средняя взвешенная цена импорта газа НАК нефтегаз Украины в среднем квадрате. 266 долларов. 266 долларов НАК нефтегаз Украины, он большой импортер, он может получить самый дешевый газ. То есть, если бы мы импортировали, то мы бы получили газ, ну, немножко более дорогой. Поэтому это тоже надо взвешивать, это реальная жизнь, которая у нас есть. Поэтому в вопросах газа мы всегда стремимся быть такими достаточно тщательными. Можем ли мы ошибаться? Наверное, можем. Но все нужно говорить так, как оно есть. Поэтому на данном этапе эта схема не приносит убытка, но она не может быть долговременной. Будем мы работать с этой компанией или с другой, в будущем жизнь покажет. Но еще раз говорю, мы не знаем, что это за компания, но она провела газ, этот газ прошел через НАК нефтегаз Украины. Мы получили документ и только после этого отгружаем продукцию. Это очень важно. То есть, мы платим после того, как. Теперь, если рассматривать газ дальше, остановлюсь на двух вопросах. Значит, всегда кто-то чем-то недобруливает и кто-то как-то где-то говорит. Значит, у нас была такая компания TradeStone. Значит, это трейдер, базируется он в Берлине. Он обратился к нам заключить поставки газа. Они провели конференцию определенную в Киеве. Сергей Николаевич Назаренко летом ездил туда. И они хотели заключить договор. Ну, в нашей прессе снова начали печатать, что это не та компания, что это не те люди, что там есть какие-то украинские работники. Мы временно отошли от этого вопроса. Ну и ждем изучения вопроса. То есть, мы не имели другой информации. Приезжает к нам сотрудник коммерческого посольства, коммерческого отдела посольства Соединенных Штатов Украины. И рассказывает вот я, и Владимир Ярославович Матерякский беседовал. И рассказывает, что TradeStone – это трейдер, созданный американской компанией ReaderStone. И это уважаемая компания, она хочет здесь работать и так далее. Мы говорим, а что же в нашем интернете печатать? Ну, печатать, что хотят. Вот ReaderStone дала посольство, дала предложение коммерческому отделу посольства Соединенных Штатов изучать этот вопрос. Вот они приехали смотреть завод, ознакомились с заводом, высказали свои хорошие ощущения. Они сказали, что будет писать справку для ReaderStone, может быть, в будущем, в будущем. То есть, видите, есть мнение интернета, а есть мнение конкретных людей. Есть там и другие вопросы в этой письме. Можно долго это обсуждать. Пусть прокуратура изучает все вопросы, которые написаны в этой письме. Значит, они озабочены нам безопасностью судов. Что суда, а мячные, не так проверяют. Мы 37 лет работаем и проверяют, что да, пишут, что где-то кто-то, не ту подпись поставил этого человека, не было, поставил кто-то другой. Но это не касается только наших работников, касается Порта Южный, других структур. Пусть проверяют. И такие вот вопросы, которые есть в этой бумаге. Поэтому можно много чего говорить. Надо говорить об одном, что документы должны в рабочее время спокойно изыматься без ночных десантов и проверяться. И не оборудоваться до нового права. Теперь поговорим немножко о заботе и власти. Значит, у нас приватизация идет 22 года. С того момента, как в августе 93-го года, премьер-министр Кучма подписал первое распоряжение о начале приватизации. А нам и окончательно власть определилась с приватизацией только в 2003-м году. Поэтому в 2004-м году нас передали в фонд государственного имущества. И он должен был сразу нас приватизировать. Однако, без противодействия различных групп в высших органах власти, приватизация все отдалялась и отдалялась. В 2007-м году мы стали акционерным обществом. И работники завода, и пенсионеры получили 0,43% акций. То есть 99,57% остается в фонд государственного имущества. И поэтому, значит, снова продолжается борьба и в прежней власти, и в нынешней. Поэтому мы, как бы, до сих пор находимся вот в том состоянии, в котором мы действуем. И если бы мы были своевременно приватизированы, и, будем говорить, владельцем компании была серьезная западная компания, то мы бы с вами более спокойно пережили даровой финансовый кризис 2008-2009 года и высокие цены на газ в период 2012-2014 года. Мы бы это прошли более спокойно, потому что у нас был бы доступ к более дешевым кредитам и легче был бы доступ к дешевым годам. Однако это не произошло, мы, как бы, в определенной степени заложники ситуации. Все прежние власти и нынешние всегда ставили перед нами какие-то задачи, потому что такие правила, они командуют. И если одни элементы власти вдруг стали несогласны с теми требованиями, которые оставила другая власть, то они должны между собой наверху разобраться. Разобраться, чтобы мы не оказывались между молотом и наковальней в каких-то властных политических вопросах. Это нам не нужно, мы далеки от политики, мы работаем, мы делаем конкретное дело. Поэтому, конечно, нам и люди какие-то назначаются, которые, сказать, мы их не знали, но это решение высших органов. Если вы помните, как пришло последнее собрание акционеров, оно началось, потом одна группа пришла с решением Киевского суда, прервали собрание акционеров, два дня они совещались, потом приняли договоры. Это же не одна зависимость, это все зависит от высших органов власти, потому что я еще раз напомнил, и то, что он сказал в начале, мы владеем 0,43%, то есть ни на что реально не влияет. При всех задачах, которые ставились весь этот период в нашей жизни, значит, мы всегда стремились к нескольким вопросам для коллектива завода, чтобы решать нашу производственно-социальную программу. Это прежде всего заработная плата, социальные вопросы, медицина, спорт, культура, отдых и, естественно, развитие завода. Вот на фразе производственно-социального развития, которую мы с вами утверждаем в коллективных логовах, мы стремимся жить. Стремимся так жить и в трудные времена, которые я вам называл, и в более легкие времена. И если мы посмотрим за эти годы, то вы видите, сколько сделано везде и в сур. Еще раз говорю, все применительно к нашей стране. Мы видим, что делается в других местах, и что делается здесь. Можно проехать по каждому нашему заводу, увидеть, что здесь сделано и что сделано у нас. Поэтому мы всегда стремились делать. И, как сказать, приходилось маневрировать в каких-то задачах, которые ставит власть, и в решении нашей задачи объяснять, что доделать. Я хочу вам сказать, я завода очень много наслышался, что у нас высокая закладка, а я считаю, недостаточно высокая. Потому что все это регулируется финансовыми планами, регулируется всякими претензиями Минфина, Минэкономики и так далее. Но мы боремся за это. Боремся и делаем то, что можем. Конечно, я считаю, да, делать больше, но мы делаем то, что можем. Но, поверьте, это очень нелегко. Это очень нелегко, потому что мы живем этим. Это наша жизнь. Это те люди, которые делают конкретное дело, которые являются производителем материальных плат, с которых платятся налоги, с которых живет город Южный и так далее. Мы ценим крепко всего наших людей. И, конечно, объяснить чужим людям, как вчера появилась одна сотрудница и говорит, дайте мне творог, и у вас трубы есть. Мы тут будем конференцию проводить. Ну вот, такие люди тоже появляются, которые не знают, что же у нас происходит. Я зачитаю вам некоторые мнения сторонних людей о жизни нашего здоровья. Значит, это подумент Международной ассоциации производителей внутренних. Он написан несколько лет назад, но он и является, как сказать, не... Он является по-прежнему актуальным. Значит, читаю. Одесский припортный завод является постоянным членом Международной ассоциации производителей удобрений. Мы подтверждаем активное участие ПРЗ в развитии мирового рынка, как достойное уважение и заслужившее доверие производителя и экспортера аммиакай-корбамида. В течение многих лет ПРЗ демонстрирует постоянно эффективное производство аммиакай-корбамида согласно высоким международным стандартам качества. В течение последних 10 лет представители Международной ассоциации неоднократно посещали комплекс Одесского припортового завода по разным портам. Одесский припортовый завод системно ведет целенаправленную деятельность по защите окружающей среды, улучшению состояния технологического и технического оборудования, основанную на выполнении постоянной программы модернизации оборудования и его текущей обслуживания. Использование АПЗ современных технологий оборудования от различных мировых производителей позволило обеспечить и повысить производственные мощности, надежность и качество производимых продуктов. В течение нескольких последних лет производство АПЗ превышает проектные мощности для аналогичных предприятий. Припортовый завод имеет устойчивые позиции и способен много лет... Сочетание на области совместного развития производственной и социальной программы является подтверждением правильной направленности оперативной и административной деятельности руководства АПЗ. Международная ассоциация производителей удобрений отмечает Одесский припортовый завод как достойное уважение производителя, а также надежного партнера многих других член Международной ассоциации производителей удобрений на международном уровне. Подписал это Мишель Плюдо, исполнительный секретарь комитета по производству Международной торговли ассоциации. В прошлом месяце завод посетил представителя Международного валютного фонда на Украине Жирон Башин. Я провел с ним долгое время. Мы ходили по заводу, смотрели. Он фотографировался на фоне наших пейзажей и цветов, которые есть на территории. Он сказал, что я не думал, что на Украине есть такие заботы. И дал очень высокий процент. Это человек, которому приходят просить деньги Украине. Ну, в смысле, представитель фонда Международного. Но, действительно, человек со стороны. Понимаете, человек просто со стороны, который видел разные производства, который прожил жизнь, живу в разных странах и тоже отвечал этому вопросу. Нас летом посетила специальная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации. Там разные люди. Председатели депутатов, из всех правцев. Председатели, такой, серьезный человек, Борис Альбертович Филатов, который сейчас мэром стал Дмитрий Петровский. И они бы обсуждали эти вопросы и не высказали, что они вообще тоже не думали, что такие могут быть химические заботы. Хотя люди там, когда пришли, были настроены по-разному. По-разному. Это представители всех фракций Верховной Рады. И властные, и позиционеры. Все. Но, тем не менее, мнение было единого. Ну, можно привести много других примеров по этим вопросам. Понимаете? Значит, председатель фонда государственного мущества хочет сделать приватизацию заботы. Но не все он может. Не все он может. Поэтому мы выбрали финансовых советников. Это Международный банк UBS. Привлекли компании такие известные Бейкер Маккензи и Эрстен Янг. Эрстен Янг это одна из четырех крупнейших международных аудиторских компаний. Эти люди уже работают у нас несколько месяцев, изучают наши вопросы. Поэтому дождитесь вообще сторонних людей, которые вам представят свою партизу, свое ведение деятельности. Поэтому, что можно сказать? Можно сказать только одно, что такие действия, которые произошли, они оскорбляют работников заводов. Поэтому у нас могут быть решения. У нас могут быть недостатки, у нас могут быть другие обстоятельства. Но давайте разберемся, откуда они произошли, кто их инициировал, как они произошли, как делали, а не так, как я вам прочитал обращение этой степени. Конечно, жизнь нашего завода тесно связана с городом Ленин. И, конечно, столько мы платим зарплаты, столько денег приходит в город Южный в форме по доходному могут. И здесь живут родственники ваши, и, естественно, мы всегда говорим, что мы тесно связаны, и завод наш играет важную роль в жизни города. Мы хотим, чтобы и на заводе, и в городе все было спокойно. Мы провозгласили, что наша страна стремится в Европу. Поэтому хотелось, чтобы в Европу устремились все, в том числе и правоохранительные органы, когда они хотят что-то узнать. Мы готовы сотрудничать, мы готовы делать, но все это должно быть в форме правильной дискуссии и доказанных вопросов по тем или иным проблемам. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я был возмущен тем, что происходит, но это такая же есть. Поэтому естественно, я сравниваю, я находился вчера в Киеве и вопрос застал меня вкусы, я считаю, кто-то подъезжал в Кадесе. Я стремился проинформировать руководство о той ситуации, которая есть. Но жизнь наша сложная и она идет по-своему. По крайней мере, свою позицию мы высказали по всем вопросам. и я думаю, что очень хорошо, что мы собрались. И где-то события для нас чрезвычайны за всю историю существования завода такого не было. И пусть партикатура разгорается по всем вопросам, которые есть, которые они хотят узнать, но я хочу вам сказать, они не должны мешать работе завода, нарушать его производственный рифм, это не должно отражаться на психологическом состоянии работе завода. Они могут заниматься конкретными расследованиями, которые есть, то можно делать в целом и в целом состоянии. Потому что то, что случилось, глубоко взволновало работников завода. И я благодарен вам за вашу такую сразу реакцию на эти вопросы. Мы лишний раз еще убедились, что у нас хороший коллектив. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.